Сегодня утром армия Российской Федерации снова атаковала регионы Украины. По данным воздушных сил ВСУ, российские оккупанты запустили по нашей территории крылатые ракеты Х-101, Х-555, Х-55, в частности из района Каспийского моря. Также были зафиксированы пуски баллистики по Харькову и Запорожью. Кроме того, россияне применяли и аэробаллистические ракеты Кинжал. Перед ракетной атакой армия Российской Федерации ударила по мирным городам шахедами. Воздушная тревога в некоторых регионах продолжается и до сих пор, и есть отбои, но мы следим за сообщениями и сил противовоздушной обороны ВСУ и будем вас держать в курсе того, что сейчас происходит с очередным актом ракетного, по сути, террора со стороны Российской Федерации. Но Украина оказалась действительно подмассированной ракетной атакой России. В Харькове, к примеру, зафиксировано попадание в объекты критической инфраструктуры. Как пишет городской голова Игорь Терехов, Российская Федерация нанесла более 15 ударов по объектам энергетики. Город практически полностью без света. Все экстренные службы уже работают над восстановлением энергоснабжения. А вот по Запорожье россияне нанесли 12 ракетных ударов, сообщает руководитель областной военной администрации Иван Федоров. 7 домов разрушено, 35 повреждены. Также зафиксированы попадания в объекты инфраструктуры и есть раненые. Хотя мы понимаем, что информация еще не окончательна и ведется дальнейший подсчет пострадавших объектов инфраструктуры и самих украинцев. И проезд на дамбе Днепровской ГЭС к этому времени полностью перекрыт. Об этом сообщает патрульная полиция Запорожской области. Автомобили перенаправляют через остров Хортица новые мосты, а также сам Хортицкий район. Но если говорить уже о последствиях этой атаки, то в Кривом Роге уже вели графики аварийных отключений. Об этом сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул. По его словам, зафиксированы удары по объектам критической инфраструктуры. Больницы и другие важные объекты работают от генераторов. Вилкул призвал местных жителей также запастись водой. Ну и россияне осуществили самую масштабную атаку на энергетику Украины за последнее время. Об этом написал министр энергетики Украины Герман Галученко на своей странице в Фейсбук. По его словам, цель российских оккупантов была не просто повредить, а уничтожить энергосистему Украины. На данный момент известно о попаданиях, а также повреждениях объектов генерации электроэнергии в разных регионах. Кроме того, из-за российских обстрелов была обесточена одна из линий электропередачи Запорожской атомной электростанции. Часть регионов есть перебои со светом. Энергетики уже работают над восстановлением энергоснабжения. Продолжение следует...